МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Агродна Плюс, программа «Маршрут и милосердие». На студии для вас работает Галина Амбражей. Добрый вечер. Видя, как кто-то делает что-нибудь хорошее, например, бескорыстно помогает другим, мы часто начинаем чувствовать себя настолько хорошо, что у нас в груди появляются какие-то теплые и радостные чувства. Но достаточно ли этого, чтобы заставить нас встать и пойти самим сделать что-то хорошее другому человеку? Ученые провели определенные исследования и достаточно четко определили утвердительный ответ. Даже небольшой духовный подъем может вызвать в жизни реальные поступки. И сегодня в гостях нашей студии человек, который ежедневно бескорыстно помогает больным деткам. Руководитель Центра Пора Анна Жданоевич. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Нашим телезрителям я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон в нашей студии 77-33-37. Звоните, задавайте свои вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе. Анна, ну вот давайте начнем, наверное, с самого начала. Я сказала о том, что ученые утвердительно ответили на вопрос, если помогать людям, если кто-то творит добро, то у нас на душе становится спокойнее, веселее, радостнее. И какое-то появляется такое удовлетворение, душевное равновесие. Вот что вас побудило не единожды, не разово, а можно сказать ежедневно, не от случая к случаю, помогать людям? Ну, на самом деле это естественная потребность людей. И как вы правильно сказали, как правильно подметили и вычислили ученые, что я от этого получаю удовольствие. Я на самом деле занимаюсь этим, это дает мне силы, мотивацию к работе, это мне дает удовлетворение и наполненность, и смысл. Вот я, собственно, за ним и бегу. То есть я могу сказать, что в этом моя прямая корысть, то есть мое удовольствие, это такая прямая отдача, что может быть лучше, когда ты понимаешь, что то, что ты хочешь отдать, ты можешь отдать напрямую. И когда ты понимаешь, что это твое, да, вот именно дело твоей жизни, тебе нравится, тебе комфортно и другим при этом хорошо. Да, правда, то есть это так и есть. Я к этому пришла периодическими какими-то, то есть у меня были периоды, когда я этим занималась, потом занималась другой деятельностью, обыкновенной работой, может быть, да, если эту работу как-то можно назвать необыкновенной, хотя это не так, потому что, ну, помогать людям это тоже обыкновенная работа, и здесь есть тоже рабочие моменты, и, соответственно, все как на работе, только с удовольствием. Вот вы говорите, что вы работали на других работах и постепенно вот к этому пришли, а можно воспитать в себе вот такое чувство желания, помощи, или с этим надо родиться? Я думаю, оно есть у всех, вот, просто в разных объемах, ну, скажем так, человек должен заниматься именно тем, что ему переносит удовольствие. Если человек, помогая другому, испытывает это удовольствие, у него это получается, значит, ему просто надо этим заниматься. Если человек занимается другой работой, она ему тоже переносит удовольствие, значит, он тоже на своем месте, и его работа ничуть не хуже. Вот, то есть это, все мы разные. Да, в этом плане нельзя никого осуждать, наверное. Да, прекрасный, разный мир, и надо, чтобы человек был просто на своем месте, всё. Давайте тогда поговорим о месте, которое вы создали. Центр Пара, вот, создан совсем недавно, буквально пару месяцев. Расскажите вообще о том, как он создавался, почему возникла идея создания, и что из себя представляет сегодня Центр Пара? Ну, мы организовались в январе 2016 года, то есть, действительно, мы почти новорожденные. Они организовались как социально-благотворительные учреждения, вот, и направление нашей деятельности – это помощь взрослым и детям, которые столкнулись с онкологией, с различными формами онкологии. Ну, и другие тяжелые заболевания также у нас прописаны в уставе, но пока вот мы работаем именно с группой людей, которые связаны с онкологическими заболеваниями. Вот вы сказали, что у вас помощь и детям, и взрослым. Вот это, наверное, такая особенность всё-таки вашего центра, потому что, как правило, благотворительные центры, вот, центры подобные вашему, они ориентируются на какую-то одну категорию населения. Вы так разбежались, готовы помогать всем, вот, просто разница помощи между детками и взрослыми, она чувствуется? На самом деле, конечно, охотнее помогают детям, ну, потому что дети – это дети, они беззащитны перед этим миром, и намного легче им помогать, чем взрослым людям, у которых там свой характер, свои какие-то принципы, может быть, ещё что-то. Но дело в том, что взрослым обязательно нужна поддержка и помощь, особенно онкопациентам, вот, и мы в этом убедились не раз, присутствуя вот на конференциях, на семинарах в Минске, там, где люди более активны, то есть там это выносится на уровне обсуждения такой межреспубликанский, что людям нужна помощь, именно взрослым людям, и помощь скорее социальная, психологическая такая поддержка, правовая, может быть, поддержка, потому что, выходя из стен больницы, взрослый человек зачастую не знает, на что он имеет право, куда ему обратиться, с кем он может об этом говорить, потому что мы, общество, мы ещё не научились правильно задавать вопросы, разговаривать с людьми на эту тему, то есть мы сами этого боимся и не умеем делать, и получается, что онкопациенты находятся в изоляции такой психологической, социальной, и им нужна поддержка, и мы готовы к этому. Вы сказали, что в Минске действительно всё более масштабно, оно выходит на республиканский уровень, огромное количество семинаров, круглых столов, каких-то собраний, совместных мероприятий, где освещаются проблемы онкобальных людей. Почему вот у вас была выбрана направленность центра именно онкобольная? У нас в Гродно мало этой тематики уделяется внимания? На самом деле в Гродно есть такая проблема, потому что когда мы создавали свой центр в январе, мы провели предварительные беседы с врачами, с медицинскими работниками в наших учреждениях, таких как областная больница детская, взрослая областная больница, диспансер онкологический. На кафедре онкологии тоже беседовали. И все врачи подтверждают, что да, эта помощь нужна, что действительно эти люди, они в ней нуждаются, потому что почему врачи об этом знают? Даже выходя после лечения, эти больные зачастую возвращаются к ним с вопросами. А что дальше? Да, что дальше? А вот мне там нужно, не знаю, может быть, имею ли я право на какое-то пособие, имею ли я право на какую-то материальную помощь, а вот что мне там, как мне организовать питание и так далее. То есть врач не должен отвечать на все эти вопросы, он полностью выполняет свои функции даже сверх. То есть на враче огромная нагрузка лежит. Получается, вот эту нагрузку по социальной, психологической помощи должно взять на себя мы, общественные организации, социально-благотворительные учреждения, то есть вот общество. Скажите, сколько на сегодняшний человек уже нашлось единомышленников, которые работают рядом с вами? Ну это прекрасные люди. Вот. Нас 11 членов нашей команды. Вот. Часть из них сотрудники, а часть члены попечительского совета. Вот. Мы люди совершенно разные все и на усилия прилагаем. Одинаковые, да? Да, да. Одинаковые и разнонаправленные. Вот вы вначале просто говорили, что все организации, в том числе благотворительность и помощь, это тоже работа. У вас, вы сказали, объединили уже 11 человек, все разные, все инициативные, все ответственные. Кроме вот этой вот работы. То есть люди занимаются еще чем-то другим, работают где-то на основных своих местах и плюс к этому занимаются в вашем центре. Пора помогать людям, да? Да. Ну на самом деле, занимаясь только центром Пора, только я одна на данный момент, а все остальные люди, у них есть маленькие детки, там даже трехмесячные детки есть, работы разные есть. И при этом они находят время, находят силы, там, выходные, там, не знаю, после работы, чтобы еще решать наши общие вопросы и помогать. И делают очень-очень много. А насколько важен вот командный дух и такое взаимопонимание между людьми вот в центре подобном вашему? Я считаю, что это необходимо. Это необходимо и важно каждому человеку дать почувствовать, насколько сильное влияние он имеет для развития этого центра, насколько важна его помощь. То есть, и сплоченность, она, конечно, важна. И мы не ограничиваем, у нас нету какой-то закрытой структуры, которую мы держим внутри, то есть мы открыты. К нам приходят люди, приходят удивительные люди, которые попадают в нашу команду и начинают работать вместе с нами. Остаются и будем надеяться, что будут работать еще долго и долго. Мы говорили о том, что люди, которые очень часто выходят, к примеру, из минских реабилитационных центров, онкологических, они приезжают сюда в город, но не знают, куда попасть, куда пойти, у кого спросить, обращаются к медикам. В любом случае, в вашем центре работают различные люди. А кто-нибудь из сферы медицины есть, кто может конкретно оказать вот именно эту, не столько медицинскую помощь, сколько информацию медицинского характера? На самом деле нет, у нас нет людей с медицинским образованием, но у нас есть такая задача, такое намерение и желание создать совет экспертов в нашем городе, который бы сотрудничал с центром и, соответственно, тоже мог бы как-то консультировать этих людей или направлять. То есть с нашей помощью нам бы очень хотелось создать такой экспертный совет, который бы тоже работал, и уже есть люди готовые. То есть это уже не только в теории в голове, да, это уже практически реализовывается? Да, это начинает, да, это начинает формироваться. То есть еще он не сформирован, но уже есть серьезные врачи, которые готовы, которые поддерживают саму эту идею, готовы работать в ней. Разговор мы продолжим наш буквально через несколько минут, а сейчас реклама на телеканале Гродно Плюс, не переключайтесь. Мы продолжаем программу маршрута «Милосердие». Напомню, что в гостях у нас Анна Жданович, директор центра «Пора». Мы работаем в прямом эфире. Телефон в нашей студии 77-33-37. Звоните, задавайте свои вопросы, а мы продолжаем нашу беседу и предлагаю продолжить его как раз-таки с вопроса наших телезрителей. Дозвонилась к нам Нелла, спрашивает. Я поняла, что у вас в центре нет медработников. Тогда как же вы можете помочь? У нас нет медработников, мы же не медицинское учреждение, а как раз социально-благотворительное учреждение. Поэтому помощь мы оказываем в двух направлениях. Что касается детей, это поддержка и помощь на лечение, реабилитацию. Это могут быть социальные проекты. Уже есть проекты, которые мы тоже готовы реализовывать в ближайшее время. Что касается взрослых, это именно помощь социальная, психологическая, создание групп поддержки, создание, организовывать встречи по вопросам экологии, здорового образа жизни, творчества. То есть в таких направлениях мы готовы работать. Правовую поддержку оказать, если человеку она нужна. Ну и как вы сказали, уже действительно какие-то более социальные такие аспекты на сегодняшний момент вы готовы освещать. Но насколько я знаю, дабы Неллу удовлетворить вашим ответом, я знаю же, что вы собираете денежки для деток, которые больны. Вот у нас был даже сюжет в нашем эфире в новостях и в других программах про Мишу Дюрде. Была целая акция устроена, да наверное даже не одна, но в том числе с вашим участием, с центром Парабуст. Была устроена акция, когда собирали реально деньги на лечение ребенка. И эти деньги ему были переданы. И вот давайте сразу перейдем вот к этому вопросу. Насколько вы дальше следите за судьбой этих детей, чтобы уже отчитаться нам перед телезрителями? Куда же все-таки идут деньги? Идут ли они целенаправлены на лечение? Потому что, ну, да я думаю, вы сами понимаете, что у многих людей понятие благотворительности, ну, никак не связано с контролем этих денег, да? Непонятно. Идут они на лечение? Не на лечение. Может быть, это мошенничество. Так что какая-то форма отчета, наверное, должна быть. Вот смотрите, это вопрос очень хороший и важный, потому что мы как учреждение, как организация, да, как юридическая форма, мы ответственны перед людьми, перед законом. И мы, естественно, отчитываемся о всех средствах. И любой человек, который интересуется этим вопросом, помогал ли он, или он любопытствующий, он может подойти к нам и узнать у нас, на что мы тратим деньги. Потому что деньги, потому что финансирование нашей деятельности, оно происходит исключительно за пожертвования физических, юридических лиц. Поэтому это вопрос правильный, это даже говорит о ответственности социальной человека, гражданской его ответственности, когда он узнает. Вот, а что касается Мишеньки, я тут уже улыбаюсь, потому что сегодня хорошая очень новость. Сегодня вот как раз на те деньги, которые были собраны, и там, благодаря нашим акциям, и благодаря невероятному количеству людей, организаций, которые вот откликнулись на эту помощь. И, кстати, вот тут важно сказать, что когда мы человека берем под опеку, под свою, и любая организация так поступает юридически, она обязана проверить все документы, проверить счета. Вот, когда мы узнали про Мишу, мы узнали о нем из социальных сетей. Мы ходили к врачам на консультацию, мы узнавали по другим источникам, мы связывались с родственниками, разговаривали с ними, они нам давали все документы. То есть это полная прозрачность на самом деле, что им эта помощь нужна, что Миша находится там. Вот, и сейчас самое главное, что сегодня Мишеньке сделали операцию, вот ту самую, на которую собирали деньги. Вот звонила бабушка и говорила, выражала огромную благодарность просто вот со слезами вот всем тем людям, вот, которые оказали помощь и поддержку. И сейчас вот молимся за Мишеньку внутри, в сердцах, кто, кто, как, чтобы вот все было хорошо, и он скорее приехал сюда, к родным. Ой, замечательная новость. Действительно, Мишу желаем здоровья, бабушке в том числе, вообще всем его близким, надежды, веры, все будет обязательно хорошо. Видите, ну раз помогаете вы, помогают другие люди, и эта помощь оказывается реальной, действенной, но она должна обязательно дать результаты, какие-то положительные такие моменты, которые будут результатом всей вашей деятельности. Давайте вернемся к самому началу. Мы все время говорим «центр пора», «центр пора», вы рассказали в принципе о своих главных моментах деятельности. Что значит «пора»? Пора помогать, весенняя пора. Все верно, пора помогать в том числе. Но на самом деле это хорошее, сильное слово, которое несет в себе и смысл про время, что на самом деле время очень ценно в нашей жизни, и никто не знает, сколько у нас его. Поэтому всегда сделать что-то хорошее пора, вот прямо сейчас. А второе — это аббревиатура, поддержка онкопациентов, реабилитация, адаптация. То есть, ну, в общем, нам очень нравится это слово, потому что мы его используем в позитивном русле. Ну да, у вас такие два значения, да, и аббревиатура, которая конкретно определяет направленность вашего центра, и вот такое мотивирующее слово действительно «пора делать добро». Так вот, откуда вы берете силы и возможности для организации, оказания помощи для вот этих вот добрых дел? Ну, как мы и говорили, благотворительные дела и работа в благотворительном учреждении — это прежде всего работа. И она требует ресурсов, ресурсов человеческих, ресурсов материальных, временных и так далее. То есть вот оно, вот привлечение всех этих ресурсов является возможностью для того, чтобы давать какие-то результаты, оказывать помощь. Какие ресурсы уже на сегодняшний момент были привлечены, так сказать, есть ли организации, которые на сегодня стабильно помогают? Может быть, у нас есть в городе даже организации, которые помогают не только вашему центру, не только одному ребенку, а просто активно участвуют вот в такой благотворительной жизненной позиции? На самом деле у нас этих организаций очень много, и те, которые помогают не только нам, а которые действительно систематически помогают разным общественным организациям, которые оказывают помощь. Вот, и поэтому я вот так очень люблю наш город и горжусь нашими городами, людьми. Вот, очень-очень много коммерческий сектор нам очень помогал, и вот в печатных, в печатных, в издании печатной продукции, да, потому что необходимо же информировать людей. Это делается через буклет информационный, то есть на это тоже надо затратить определенный ресурс. Вот ряд организаций нашего города коммерческих, они как свою помощь оказали для того, чтобы мы могли напечатать. То есть очень-очень много, и государственная организация нам помогает, автобусный парк нам помогает, и университеты наши, там преподаватели чудесные, студенты, волонтеры, и автоклубы нашего города, и Ледовый дворец, и хоккейный клуб «Немань», они тоже нам вот оказывают свою такую поддержку и дают какую-то определенную помощь и силы, и возможности эту помощь и поддержку оказывать для других людей. У нас с вами возможность поговорить будет сразу же после рекламы на телеканале «Гродно плюс». Вы смотрите программу «Маршрут и милосердие», и мы продолжаем говорить о бескорыстной помощи и о работе Центра Пора. И у нас есть еще один вопрос от телезрительницы Галины. Можете ли вы документально подтвердить, куда отдаются деньги, пожертвованные людьми? Да, конечно, вот в чем прелесть социально-благотворительного учреждения или любой другой такой юридической организации, которая именно оказывает благотворительную помощь, вот это в отчетности и в прозрачности. То есть, когда человек перечисляет деньги в банке, во-первых, очень важно, чтобы он указал целевое назначение. Если он хочет на поддержку деятельности Центра Поран, значит, он перечисляет эти деньги на поддержку, и мы уже сами определяем, куда их направить. То ли сейчас надо помочь ребенку, то ли сейчас нужно для какой-то акции их использовать. А если человек пишет в назначении на лечение ребенка, или указывает определенного ребенка, или просто на лечение, значит, эти деньги по нашему законодательству мы можем использовать только под эту цель. Да, ну это один момент. А второй момент, я уже говорила, что очень важно, чтобы люди, которые оказывают свою помощь, чтобы они не стеснялись и имели вот эту вот ответственность еще спросить все-таки действительно, куда она направлена. Вот, и благотворительные организации мы в том числе. Сейчас мы публикуем в своих социальных сетях какие-то отчеты о прошедших акциях. Вот там мы указываем суммы. Если оказываем поддержку и помощь кому-то, тоже об этом пишем. А по истечению года мы сформируем годовой отчет, где уже будет видно более конкретно статьи расходов, или сколько средств мы привлекли, на что мы их потратили. И это нормально, это естественно, потому что прозрачность – это один из фундаментальных принципов благотворительных организаций. Да, людям просто нужна конкретная информация о том, что они на самом деле помогают, что это не мошенничество какое-то, что их деньги идут на благое дело, именно туда, куда они их пожертвовали. Да, это очень важно, и я это очень приветствую. Я считаю, что люди должны спрашивать, они должны интересоваться. А можно вот, к примеру, прийти и просто вам наличные деньги дать? Просто дать нет. У нас в акциях иногда мы используем или часто опечатанные копилки, и можно в копилку опечатанную деньги положить, тогда они будут, копилка будет вскрыта в присутствии комиссии, вот вы в ней можете участвовать, в этой комиссии, а потом они будут согласно цели определены, там на расчетный счет положены и потрачены согласно заявленной цели. Вы заговорили уже о копилках, о коробках, вот расскажите подробнее об акции, которая сейчас на слуху. Коробки храбрости. Что это? Для чего? Для кого? Какие цели? Что в этих коробках храбрости? На самом деле очень важная акция, она у нас называется «Храброе сердце». Идея этой акции нам дала девушка, которая полтора года жила в Боровлянах и работала там, и выхаживала своего брата и помогала другим детям, вот, и она не понаслышке знает о нуждах этих детей, что им нужно, вот, и, ну, в силу заболевания, в силу лечения, специфики, эти дети ежедневно испытывают боль и страх, они, им делают уколы, им промывают катетеры, это ежедневно происходит, им берут пункции, и каждый день они должны приходить в процедурный кабинет, где им делают какую-то неприятную процедуру. Но когда ребенок изо всех сил старается быть храбрым в этом процедурном кабинете, и потом за свое старание он получает игрушку, он испытывает маленькую радость, он получает какие-то эндорфины, которые очень влияют на иммунитет, потому что, особенно в онкологических заболеваниях, в любом заболевании иммунитет играет ключевую роль, а в онкологии особенно, вот, поэтому вот такая вот радость, такая вот игрушка, которую мы собираем, это игрушки, это констовары, это какие-то только не мягкие и обязательно новые, потому что все должно быть стерильно, да, все там промывается обязательно раствором с йодом или со спиртом, то есть потому что любая бактерия опасна, вот, и вот такая вот игрушка, это такая маленькая радость, такой маленький-маленький шажок, который делает сильнее ребенка перед лицом болезни. Это очень важная акция, ее активно поддержали на самом старте наши прекрасные студенты, преподаватели факультета журналистики Гродницкого университета имени Янки Купалы, они организовали чудесный поэтический вечер, благотворительный клевер, вот, и собрали первые копилки храбрости и денежки, на которые были приобретены средства гигиены, которые тоже очень-очень нужны тем деткам, вот, и все это уже отправлено в Боровляны, и вот мы формируем следующее, и люди откликаются, вот, и автобусный парк поддержал, и школы нас поддерживают, и университеты, вот, предприниматели на граническом рынке, они тоже сказали, что приносите коробки, да, мы будем участвовать, мы тоже хотим помочь, и самое главное, что эта акция, она бессрочная, то есть некоторые люди звонят, спрашивают у вас, вы еще принимаете, да. То есть она не разовая, она будет у вас, можно сказать, постоянно. Да, она на самом деле постоянно, это постоянно нужно, вот, мы в прошлый раз поехали в Боровляны, только в одно отделение, на одно отделение хватило эти коробки, коробки надо пополнять постоянно, отделение там не одно, поэтому, поэтому... Поэтому еще хотелось бы, да, чтобы как можно больше людей присоединилось к этой акции. Да, верно. У нас есть еще вопрос от телезрителей. Геннадий спрашивает, имеете ли вы выход к властям? Вот, то есть насколько у нас благотворительные организации сотрудничают с властями города, с организациями, может, ну, про организации говорили, давайте теперь поговорим. Геннадий, мы имеем такой же выход к властям, как и вы, я так полагаю, вот, то есть нормальный выход, когда мы можем обращаться к нашим властям. И, естественно, что мы с ними тоже, у нас есть тоже взаимодействие определенное, потому что те акции, которые проходят, они всегда проходят с согласованием, с одобрением отдела идеологии, за что им тоже благодарность, это их работа, они ее выполняют, они помогают, не препятствуют. Так что про выход я не знаю. Выход есть. Выход есть. И еще тоже от Геннадия вопрос. Может, лучше закупать лекарства в Польше, это и дешевле будет? Вот такой вопрос, конечно, интересный. Я думаю, что, наверное, он не совсем, может быть, к вам обращение. Все-таки вы, ну, хотя деньги жертвуют на закупку медикаментов, на лечение. Нет, на самом деле, скажем так, что это уже вопрос, он частный вопрос отдельной взятой семьи. Вот, это не вопрос к учреждению, потому что мы не имеем права закупать лекарства в Польше. Вот, или что-то в этом роде. Екатерина спрашивает, вот каверзные сегодня у нас вопросы от телезрителей. Каким образом вы выплачиваете зарплату, например, себе, с денег, которые пожертвовали? Ну вот, хороший вопрос, кстати, потому что нету ясности, вот нету ясности общества. Как работают вообще сотрудники благотворительных организаций? Да, и вот я еще раз говорю, что это тоже работа, что сотрудники благотворительной организации, как сотрудники любой другой организации, им обязаны мы начислять зарплату, и я сама себе обязана начислять зарплату, я не могу этого избежать, вот, согласно нашему законодательству, Трудовому кодексу. Вот, но пока я это делаю, конечно, из, там, ставки минимальной заработной платы, вот, которая у нас есть, и она, и деньги, которые используются для зарплаты, для хозяйственных нужд, для аренды, это средства, привлекаемые на поддержку центра ПАРА. То есть это могут быть средства организации, это могут быть средства частного порядка, то есть вот, и так действуют все организации благотворительные. Но для того, чтобы все-таки было как можно больше средств, нужно проводить, наверное, огромное количество акций, просто-напросто привлекать к себе внимание, распространять о себе информацию, для того, чтобы люди, которые готовы помочь, но просто не знают, кому, где и как, получили эту информацию, узнали, куда им обратиться, куда пожертвовать. Действительно, те же коробки храбрости, но наверняка не все знают, что можно принести, куда можно принести, как вообще собрать эти коробки храбрости. Вот как удается распространять информацию, как сделали так, что с января месяца по марта вас знает весь Гродно и далеко за его пределами. Ну, спасибо, конечно. Спасибо. Ну, великий и могучий интернет, что я могу сказать. Спасибо. Ну, кто как его называет, кто мусоркой, но в данном случае не повезло. Нет, конечно, огромное количество людей узнают о нас через интернет. Потом, опять же, вот мы работаем, сотрудничаем с нашими медицинскими учреждениями, где мы оставляем информацию о себе в виде листовок. Также вот нам помогает в этом вопросе МРЭК тоже. Там есть и информация о нас, и анкеты потребностей. То есть человек, который интересуется этой темой, может туда прийти и заполнить лист потребностей. Мы уже обработав его, будем понимать, что этому человеку надо, будем связываться и так далее. То есть у нас мы не можем прийти к врачам и сказать, вот дайте нам список людей, которым надо помогать. Нет. Здесь только обратная связь, то есть от людей. Поэтому мы бы хотели, чтобы вы приходили к нам, приходите к нам, и мы будем делать все возможное, чтобы оказать поддержку, помощь, чтобы реализовать проекты. Тогда давайте уже скажем, куда приходить, куда обращаться. Может быть, звонить, номер телефона, социальные сети, как вы уже говорили, то есть странички в социальных сетях. Вот как к вам попасть? Да, вот пока физический адрес у нас пока еще под вопросом. То есть он у нас есть, но там дело в том, что здание на реконструкции, пока туда прийти нельзя, и то это в скором времени должен этот вопрос решиться. А пока мы круглосуточно на связи по телефонам, по нашим номерам. Также во всех наших социальных сетях мы активны и принимаем любые идеи, звонки, предложения. Принимайте любые идеи, звонки, предложения. Что в ближайших планах? Какие акции? Потому что уже до сегодняшнего дня акций было немало. Ну, скажем так, у нас есть такая копилка идей, и они все сейчас зреют до определенного, до старта. Поэтому пока мы, наверное, не будем раскрывать наши карты, какие именно акции ожидаются, потому что в преддверии, когда уже все готово, мы тоже это оповещаем через наши социальные сети. И вот скоро у нас заработает сайт, это все будет еще и на сайте. Вот, и там можно будет узнать. Ну, честно говоря, вы меня просто очень удивили относительно того, что у вас на сегодняшний момент нет здания, где можно физически собираться. У вас пока еще не открылся сайт, но вы настолько уже известны. Вот на самом деле была, видимо, проделана огромная колоссальная работа, и эта работа дала свои результаты, потому что сегодня даже нам позвонило вот большое количество людей с интересными вопросами, даже порой, наверное, не совсем удобными вопросами, но на которые вы с удовольствием ответили, и даже отметили тот момент, что такие вопросы должны быть, и это правильно, что людей интересует, куда идут деньги, каким образом они используются, пошли ли они на лечение или на констовары, на вашу зарплату, или на, не знаю, на какие-то абсолютно другие цели. Вы также говорили о том, что с удовольствием студенты с вами сотрудничают. Молодежь активна сегодня? Действительно готова помогать? Она удивительна. Вот от чистого сердца. На самом деле они удивительны. Они сами предлагают идеи. Вот что касается факультета журналистики с преподавателями, они сами реализовали свою идею. Они организовали благотворительный вечер поэтический, музыкальный, прекрасный просто. То есть наша молодежь активно помогает, и даже школьники. Есть волонтерские отряды у некоторых школ, которые уже участвовали в наших акциях, уже помогали нам комплименты сердечные делать, когда вот у нас проходила акция «Сердечный комплимент», участвовать в этих акциях. То есть они удивительны. То есть добрых людей в Гродно очень-очень много. Да, почти каждый. Вот на этой приятной ноте хочу сказать вам спасибо, пожелать удачи и развития вашего центра. И действительно, чтобы как можно больше людей к вам приходило не только за получением помощи, но в первую очередь за желанием оказать помощь другому человеку. Спасибо большое. На этом время наша программа подошла к концу. Собственное обещание телеканала «Гродно плюс» продолжит новости. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вечера. И до встречи в эфире телеканала «Гродно плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова